Месяц Картика, Широговинна Махараджи, 7 октября 2006 года, Аллахта, Санкт-Петербург. Харе Кришна! Три раза Господь являет раса Пурниму. Это можно назвать праздником или фестивалем. Он живет, то есть сегодня Пурнима, полная луна, и в этот день является танец расы. Это можно назвать праздником или фестивалем. Он живет в духовном мире, но у него также бывают фестивали и особые праздники. Первое это то, что произошло вчера, Шарадия раса. Он в это время происходит. Во время Картики происходит вторая раса, Картика раса. И еще один праздник выпадает на день явления сочетания Махапрабу на гору Пурниму. В это время он называется Васанта раса, то есть осеннее и весеннее. А то, что произошло вчера, в этот день материалисты особенно наслаждаются своими богатствами, своими деньгами. Всю прошлую ночь они радовались. Этот праздник в Индии называется Каджагари Пурнима. Каджагари означает тех, кто не спит по ночам и играет в азартные игры. Тех, кто наслаждается в этом материальном мире. Как бы то ни было, вчерашний день прошел. Вот такой праздник поклоняется богине Дурге. Вчера был духовный праздник Абадут Махарадж. Вчера был духовный праздник и праздник материалистов. Сегодняшний день начался месяц Дамодара, месяц Картика. Время особого поклонения. В это время Байшнавы с сердцем исполненном преданности еще больше начинает оказывать служение Шиши Рада Кришне. Киртика зовут мать Радхарани. Поэтому месяц назван в честь Радхарани Картика. Картика, дочь Киртике и Мир Радхарани. В это особое время с особым рвением все близкие и преданные Сакхи, Манджаре и Гопе совершают особое служение Кришне. Таким образом, они используют все свое свободное время, чтобы полностью посвятить себя служению. Так устроено, что Вайшнавы, живущие в святых местах, Садху, в это время мало принимают пищи, принимают минимальные удобства для себя. Все свое время посвящают духовной практике служению. Этот период длится целый месяц. По всей Индии все Вайшнавы почитают его. В это время в храмах поются очень красивые баджины песни. Эти песни поются только в этот месяц. Такие песни, как Дамодара Аштака. Все эти песни прославляют Дамодара, Кришну и Радхарани. Каждый день, дважды в день, утром и вечером поются эти песни. Писание сказано, что что бы ты ни получил, ты должен предложить это своему духовному учителю. Такова традиция. Если это предложено Гуру, тогда ты уже не наслаждающийся, не эксплуататор. Кришна говорит, Что бы ты ни обрел, какие бы знания ни обрел, какую бы опасию, какие бы действия ни совершал, все это должно быть предложено Кришне. Тогда это все станет очищенным. Здесь божества Радамадова явились сами себя. И вы очень удачливы, что это произошло здесь, в России. Все вы в сфере соприкосновения с этими божествами обретете высшее благо. Великий поэт Джиаде Вагаслами, который жил в Бенгалии, служил божествам. И звали Радамадова. И теперь это божество Радамадова явлено здесь. Это первое божество Рада Кришны в России. Каждый может попытаться что-то сделать, но если на то есть милость Кришны, тогда это будет успешно. Я очень счастлив, хотя мое тело физически не в состоянии передвигаться. Я не могу говорить, не могу спать, но умею, всегда мечтаю служить Шире Гуру Махараджу, следовать его божественным наставлениям, служить его божествам, божественной чте Радамадове, Махапрабу и Никинанди Прабу. Кришна столь милостив к нам. Сегодня рано утром я хотел выйти к преданным, чтобы пообщаться с ними, совершить свое служение, но, к сожалению, мое здоровье не позволило мне сделать это. Я думал, что вряд ли я сегодня смогу двигаться. Но когда я увидел преданных, почувствовал, что Рада Мадова зовут меня сюда. Я пришел, увидел всех преданных, и очень счастлив находиться здесь, в вашем обществе. В Дамадараштеке приводится столь много проливающих милость шлок. Поет Дамадараштекам. Это Дамадараштекам до сих пор я не забыл эту песню. Силаваду Махараш. У нас есть песенники. Естественно, мы не помним все наизусть, как в РДФ, но, тем не менее, в этой песне говорится. Я покорно склоняюсь перед Всевышним в воплощении вечного бытия, знаний и блаженства. Серьги в его ушах в форме окул раскачиваются из стороны в сторону. Когда он озаряя удивительным светом, божественное царство Гокула быстро убегает из-за проказ разбитого горшка с йогуртом, который его мать взбивала до получения масла, а затем в ростла масла, высоко подвешенного, чтобы не опрокинулся, прочь от деревянной ступы в страхе перед матерью и Шодой, но она все же бежит быстрее и догоняет его. Видев розгу в руках своей матери, он плачет, утирает слезы вновь и вновь своими водосоподобными руками. В его глазах страх. От прерывистых рыданий подрагивает жемчужное ожерелье на его шее, украшенной, подобно раковине, тремя линиями. Перед ним Всевышним Домодаром, чей живот обвязан не веревками, а чистой любовью его матери, я покорно склоняюсь. Своими детскими играми он дарил жителей Гокулы блаженством. Преданным, которые погружены в познание его верховного величия и богатства, он явил великую тайну. Его можно покорить только чистой, преданностью и любовью, проникнутой близостью и лишенной трепета и благоговения. Сотни и сотни раз с огромной любовью я склоняюсь перед Господом Домодарой. О Господь, ты можешь даровать любые благословения, одарить безличным освобождением высочайшей свободой вечной жизни на Вайкунхе или какими-либо другими дарами, которые достижимы практикой следования девяти методам Бахти. Но я не прошу о них. Господь, я желаю лишь, чтобы твой образ Бала Гопала во Вриндауне и всегда пребывал в моем сердце. Какая польза мне от любых других даров, кроме этого? Господь, Мать еще давно вновь покрывает поцелуями твоего тасокое лицо, окруженное мягкими локонами черных с красноватым оттенком волос и губы алые, словно плод бимба. Пусть же твой прекрасный отцаокий лиф всегда живет в моем сердце. Мне не нужны тысячи и тысячи других благословений. Высшее Божество, я склоняюсь перед тобой в глубоком смирении. Дамодар, Ананта, Вишну, Владыка, будь милостью ко мне. Надели меня каплей своей милости, спаси этого бедного неверенственного глупца, погруженного в пучину мирских скорбей, и яви себя моему взору. Господь, Дамодар, ты освободил от проклятия народы, двух сыновей, куверы, манегриву и навокисвару, навокисвару, и обратил их в великих преданных, почитающих тебя в образе ребенка, привязанного веревкой к деревянной молотильной ступе. Доруй же мне свою према Бахте, я стремлюсь только к ней и не желаю никакого другого освобождения. Господь, Дамодар, прими мое почтение ослепительно сверкающей веревки, обвязывающей твой живот, в котором покоится вся вселенная. Я смиренно склоняюсь перед той, кого ты любишь больше всех, перед сей матерью от Харани. Наконец, я выражаю почтение тебе, Всевышний, являющей свои бесконечные деяния. Сиавадут Махараси, Сида Мадараштакам Кииджай. Махараси, кто написал Дамодараштакам? Сиаговин Махараси. Ее составил Сатьяврата Риши, она содержится в одной из пуран. Вы очень удачливы, что слышали перевод этой с тотран. В писаниях сказано, что эта с тотран настолько прекрасна, что любой, кто успевает ее с верой, обретет непосредственное служение Рада Кришне в трансцендентном мире. В поэзии Дамодараштакам выражена глубочайшая концепция Кришна-лилы. Этот месяц Дамодара контролирует сама Радхарани. В этот месяц служа Кришне все обретают высшее благословение самой Святой Матери Радхарани. Какое бы служение ни было совершено, Радхарани принимает его и награждаем высшим благом за это.